Очень коротко о том, когда, с какой целью было создано государственное унитарное предприятие телерадиообещательная компания «Удмуртия». 2 ноября 2001 года вышло постановление правительства Удмуртийской республики об учреждении ГУП ТРК «Удмуртия». Учредителем этого предприятия унитарного стало правительство Удмуртийской республики. Для чего это было создано? Вообще, с 1996 года были планы развития телерадиосети в республике, что было вызвано ситуацией, во-первых, физического умирания проводного радио. На сегодня 40% аудитории или 40% населения республики имеют возможность слышать проводное радио, в том числе, в первую очередь, республиканское. Это первое. И второе. Эта задача была поставлена еще в 1996 году обеспечить телерадиообещание на всей территории республики. Вы знаете, что если раньше эфирное обещание, то есть подача сигнала по эфиру, в связи с тем, что было мало помех, как говорят, техноре, давало качественное изображение, то сегодня проблемы возникли и необходима модернизация тех линий, которые подают телевизионные сигналы. А поскольку задача, совмещенная как обеспечение качественного умещания федеральных программ, так и попутно республиканских, вот эта вот программа была еще или эти задачи были еще поставлены в 1996 году. Практически начали они тогда же реализовываться, потому что строились сети, модернизировались линии, переводились из аналоговых в цифровые. В частности, сегодня мы имеем такие радиорелейные линии, цифровые, которые дают хорошую качественную картинку. Ну и для того, чтобы осуществлять теперь уже вещание на всей территории республики, было и создано это предприятие. В марте 2002 года совместно с правительством Удмуртской республики и ГУП ТРК Удмуртия было учреждено первое средство массовой информации – телеканал «Моя Удмуртия». В перспективе это и эфирное радиовещание на всей территории республики, то есть вот такая перспектива до 2004 года, когда по планам и по прогнозам телевизионное вещание республиканского канала будет охватывать всю территорию Удмуртской республики и также будет работать эфирное радио на всей территории Удмуртской республики. Если говорить о объеме обещания, то начинаем мы, как уже сказала Татьяна Павловна, обещать на глазах и болезино с объемом 14 часов в неделю собственного продукта. Соответственно, час вечером, час утром. Если говорить о 34-м канале, то это 2 часа в неделю вечером, как я уже сказала. Что будут представлять из себя наши продукты? Несколько цифр для вас, я думаю, будет полезно узнать, услышать. Это 11 программных продуктов собственного производства. Если разделить эти 11 продуктов, то можно сказать, что 2 из них информационных, оставшиеся часть, соответственно, 9 делим на 3 части, 3 национальная, 3 национальная, 3 национальная, детская, сейчас у меня шкарбалочка, развлекательная, национальная и культурнальная. Сегодня на рынке Угнуртия, на ижевском рынке, существует 8 телеканалов. И вы, не хуже меня, знаете, что большинство из них делает ставки на информационные обещания. Совершенно не уделяют или мало уделяют внимания авторскому телевидению. Мы просто провели небольшое исследование свое. Эти исследования показали, что 15% из всего обещания отводится молодежным, национальным, социальным, правовым аспектам. Так вот, у нас немножко по-другому. Мы большую ставку делаем как раз на социальные, правовые, детские и молодежные проекты, нежели на информационные обещания. Хотя информационные обещания у нас тоже существуют, и будет оно не менее качественная команда, интересная, своеобразная. Ни один канал не может похвастаться таким наличием, поскольку у нас сегодня собрались представители всех передовых, скажем, каналов ижевска. Поэтому мы берем все самое лучшее, что было создано на тех каналах. Это и в стратегии, и в тактике, и в структуре, и во взаимоотношениях, и так далее. Поэтому вдохновляет эта команда на работу. Есть часть команды совершенно молодой. В апреле мы провели кастинг по набору журналистов и телеведущих. К нам на конкурс пришло более 80 человек. Когда создавалась компания, был выбран новый цифровой формат D9, который качественнее того цифрового формата, на котором работают все телекомпании «Ижевска» и «Девикам». И на этом формате мы снимаем, мы монтируем и мы выходим в эфир. Также для того, чтобы была возможность обмениваться с продуктами с другими компаниями, с другими телестанциями, мы, разумеется, закупили формат «Девикам», как самый распространенный сейчас в России. Теперь, для того, чтобы монтировать, для того, чтобы снимать проекты, у нас есть 9 телекамер. Я думаю, таким количеством телекамер не может похвастаться ни одна компания. Все телекамеры качественные. Вот, можете посмотреть, снимает Денис Смирнов, оператор на камере «Икигами». Самая дорогая и самая качественная телекамера. 45 тысяч долларов стоит такая машина. Но это не важно, наверное, сейчас. Важно, что она качественная. Важно, что она качественная. Я также знаю, сколько обращений и к нам они идут. Почему я знаю? Потому что письма отсылаются нам. Сколько обращений от общественных организаций, национальных обществ, по поводу того, что сокращается национальное обещание на федеральном канале. Но оно и будет сокращаться не потому, что там какие-то взаимоотношения плохие, нормальные взаимоотношения. Но там вот в основном информационная программа. Никуда от этого не деться. А потребность в том, чтобы были в удмуртском, татарском, сейчас в марийском языке. Можно спорить о том, о рейтинге канала, если будут размещаться эти проекты. Но люди хотят общаться на своем языке. И это их право, кстати, в Конституции записано.